Следуя традиции, уже окончательно саморвавшейся, совершать внезапный поворот, а, сегодня планчика нету, совершать внезапный поворот в наших россказнях, мы возвращаемся чуть ли не к самому началу, к понятию инварианта, который, если вы помните, мы остановили на командной строке, терминале, процессах и файлах. Вот где-то в этой щели между процессами и файлами мы в прошлый раз застряли, потому что… Так, планчика у меня на сегодня нет, ну, то есть он есть, но он составной. В этой щели мы с вами застряли в прошлый раз, потому что, на самом деле, я тогда еще боялся вот этого, ставшего тоже традиционным для наших разговоров впихивания нескольких сюжетов в одну лекцию, вот. А сейчас уже не боюсь, потому что что уж терять. Короче говоря, мы сегодня опять впихиваем, видимо, минимум две головы учебника и еще кое-чего в один рассказ, к сожалению. Не знаю, что с этим делать, видимо, надо как-то в будущем при чтении такого курса себя сильно ограничиваться. Собственно, щель, в которой мы застряли, вот какая. Смотрите, у нас есть целый домашний, целый корневой каталог, в котором мы ничего не можем делать, как обычный пользователь. Мы можем из этих всех каталогов писать ровно в один, который отмечен зелененьким, в ТМП. И то там не совсем так все просто. А, там есть какой-то ку-ку. Кто-то уже создал там каталог ку-ку, я даже знаю, кто это был. Хорошо. Ага, ну-ка. Интересно, кто это был. Это был пользователь Джордж. Ну, хорошо, значит, не ку-ку. Ну, господи. ПП. Вот. Вот мы сейчас направим туда вывод и в каталог слэш-темп написать можем. А вот во все другие каталоги мы писать не можем. Ни сюда. Не знаю там. Ни сюда. Никуда. Вот. То есть, а в некоторых, из некоторых каталогов мы еще и читать не можем. Обратите внимание. Оп. Вот. То есть, цельность нашей операционной системы охраняет некоторые системы прав доступа, которые в Linux заложены раз и навсегда. Она очень простая по сравнению с тем, что предоставляют нам, как ни странно, более современные модели организации прав доступа. Ну, насчет их современности вопрос сложный. Она очень простая и вместе с тем очень эффективна, потому что исходит из жизни. Прежде чем мы вернемся к понятию прав доступа, для начала обсудим вопрос права доступа к кого и к чему. Со всей очевидностью к чему мы можем сказать более-менее уверенно. По крайней мере, мы как пользователи Linux системы знаем, что большая часть того, с чем мы взаимодействуем, это файловые объекты. На самом деле, это не совсем так. Есть еще всякие сетевые штуки, еще что-то. Но подавляющее большинство того, с чем мы имеем дело непосредственно здесь и сейчас, это файловые объекты, файлы системы. Не зря я пример с доступом на записи, на чтение приводил именно на базе файловой системы. Потому что подавляющее большинство того, с чем мы делаем, лежит там. В том числе, например, информация о системе. Помните, да, каталог слэш сис? В каталоге слэш сис, между прочим, есть, или в каталоге слэш проц, есть такие волшебные файлы, в которые можно что-то записать и систему что-нибудь сделать. А в каталоге слэш сис, например, есть волшебные файлы или слэш, да, слэш сис. Вот, вот, какой-нибудь, вот, видите, а это, это тоже каталог. Брайтнис, какой может брайтнис, он умолк, а? Я даже не знаю, что это. Один. Короче говоря, во всех этих... Даже информация о системе, которая представлена в виде файлов виртуальных и их содержимого, может быть доступна кое-кому на запись. И мы, например, с записью в такие вот вещи можем менять. Я бы хотел другое показать, но, видимо, сейчас я лизусь не смею. Не важно, важно, что можем к нему иметь доступ или нет. Ну, прежде чем, повторяю, говорить про то, какие бывают права доступа, давайте поговорим про то, кто к кому им иметь доступ. К кому мы договорились о том, что это файлы или, по крайней мере, объекты файловой системы, потому что мы помним, что помимо прост-файлов есть всякие специальные файлы устройства, потом всякие сокеты, пайпы и вот это все. А вот кто? Вопрос интересный. Обычно говорят пользователи, но нет такого понятия пользователей, нет такой составной части операционной системы под названием пользователь. А есть нечто другое. Есть процессы, которые являются как бы аватарками пользователя. Вот пользователь запускает свои активности со стороны системы или планированием этой активности, запускает процессы, а вот процессы имеют доступ. Чтобы посмотреть все свои процессы, надо вызвать командочку PS. Правда, мы увидим тут процессы только те, которые связаны с данным конкретным терминалом. То есть, чей ввод или ввод-вывод или вывод-вывод. Чей вывод связан с данным терминалом. Не знаю, говорили мы об этом или нет, кажется, говорили, что мы можем запустить сколько угодно процессов, связанных по выводу с терминалом, но только один из них может быть связан по вводу. Вот тот, который связан по вводу с терминалом, называется foreground или активным процессом, а все остальные называются background или reform. Так вот, мы можем запускать процессов, связанных по выводу с данным терминалом, например, вот так. Вот они все. Он выполняет команду sleep, которая 10 секунд ждет. Раз. Вот они останавливаются. Нам шел радостно сообщать, что они все остановились. И вот опять PS нам показывает только наш баш и программу PS. Понятно, да, почему так? С данным терминалом связан интерпретатор командной строки, в котором в данный момент работаем. А еще с ним связана сама команда PS, которую мы только что запустили. Если мы хотим посмотреть чуть больше информации, например, идентификатор процесса, а также идентификатор процесса, который запустил, а также пользователь, которому принадлежит данный процесс, то мы увидим примерно вот так. PS-F нам покажет чуть больше информации. Он покажет, на каком терминале сидит процесс. Ну, здесь тоже покажет. Как выглядела командная строка, с помощью которой процесс запущен. Номер, идентификатор процесса. Это уникальный идентификатор любого процесса в системе. И пользователя, уид, юзер идентификатор, который этот процесс запустил. А также родительский идентификатор родительского процесса. Вот это более интересная штука. Ну, прежде чем поговорить про идентификатор родительского процесса, или, наверное, сначала про него поговорить. Значит, тут в обычной лекции, которая только по праву доступа, или больше не про что, было бы рассуждение о том, как в юник-системах оригинально устроено порождение процессов. То, что у нас на втором курсе проходится в операционных системах. Форк плюс экзем. Идея состоит в том, что есть понятие окружения процесса. И для того, чтобы породить новый процесс, нам не нужно вручную конструировать новое окружение. Мы просто берем, раздваиваем процесс. У нас раздваивается окружение, оно наследуется от того, который был. Все открытые файлы, переменные окружения, все-все-все. И только идентификатор процесса разный. И это делается с помощью системы вызова форк. А потом один из этих процессов определяет, что он дочерний. Это определяется по тому, какое значение вернул форк. И тот процесс, который определил, что он дочерний, может, например, вызвать системный вызов экзек. То есть запустить вместо себя другой исполняемый файл. При этом окружение сохраняется. Вот получается неатомарный процесс запуска. Мы сначала раздваиваем процесс, потом один из них делает экзек. Значит, ну, более подробный разговор я вам опускаю. Идея состоит в том, что у всех процессов есть родители, которые их запустят. Поскольку в понятие окружения входит также и идентификатор пользователя, то идентификатор пользователя при запуске процесса просто наследует. И с этим почти ничего нельзя поделать. Что именно с этим можно поделать, сегодня передаю. Вот. Идентификатор пользователя просто наследуется. Соответственно, кто запустил родительский процесс, тот запускает и дочерний процесс. И все они будут иметь вот такое поле UID. Мы можем посмотреть, добавив ключик минус E, можем посмотреть вообще все процессы в системе. Их тут довольно много. И убедиться, что по большей части они запущены либо от нашего пользователя, и это части нашего рабочего стола в огромном количестве. Ну, потому что пользователь пингвин использует рабочий стол KDE, а рабочий стол KDE состоит из большого-большого количества компонентов одновременно работающих в системе, каждый отвечает за свои. Или пользователь root, про которого мы и помним из давних еще разговоров, что это так называемый суперпользователь, которому можно что-то, чего нельзя всем оставить. Что именно, опять же, сегодня увидим. Вот. Также некоторые процессы, которые запущены были с самого начала, принадлежат к каким-то еще пользователям. Это так называемые системные пользователи, которые нужны не для того, чтобы кто-то залогинился в систему и начал работать, а для того, чтобы с правами этих пользователей запускать отдельные системные службы. Системными службами или демонами называются процессы, которые все время присутствуют в системе, и с которыми вы можете взаимодействовать по специальному протоколу. Либо они открыли сокет, с которыми вы можете сходить, либо по сети, по сетевому сокету, либо еще как. Они постоянно присутствуют в системе, и вы что-то можете от них получить. Ну, например, вот это вот DictD. Это сервер словарей. Вы можете сказать что-нибудь типа DictD. И получить от него ответ, что филинг это такое, что переводится. Вот у него пять словарей. WordNet с определением. Webster. Словник. Мюллер. Ну, вот, пожалуйста. При этом программа DictD сходила к серверу, который называется DictD, вот к этому самому. Вот к этому. Я так думаю, что по сети она к нему подключилась. Ну, вот. Иногда бывает, что не по сети, иногда бывает, что через сокет, а иногда бывает, что через специальную штуку, которая называется MessageBus, Dibus, о которой мы постараемся поговорить в конце сегодняшнего запись. Вот. Принлежат каким-то пользователям. Как видите, здесь две колонки, в одной из которых указано, какой процесс породил, то есть, какой идентификатор процесса, а в другой, какой процесс их породил. Обратите внимание, что в некоторых случаях считается, что процесс номер один породил данный процесс. Процесс номер один – это так называемый ENIT, самый первый процесс в системе. Вот. Если, например, у некоторого процесса родитель умер, а сам процесс умирать не собирается, то его усыновляет ENIT. Да? То есть, процесс, у которого больше нет непосредственно запустившего его родительского процесса, усыновляется ENIT, и в таблице пишется вот так. Чтобы закрыть этот кусочек темы, еще две вещи. Первое. В этой самой таблице процессов встречаются вот такие вот штуки в квадратных скобочках. В текущем варианте у них родительский процесс почему-то два. Так вот, это вообще не процесс. Это кусочки ядра, треды, ядерные. Они участвуют в таблице процессов, чтобы нормально взаимодействовать с планировщиком задачи. Да? Ну, то есть, не одно большое монолитное ядро там как-то работает, да, а много-много разных ядерных нитей выполнения наравне со всеми остальными процессами, может быть, с другими приоритетами. Да? Но наравне с другими процессами включены в планировщик задач и как бы по очереди нормально с разделением времени выполняется. так что все вот это, это на самом деле ядра. А все остальное это процессы. Это процессы, да. Значит, и второе, что я хотел сказать, это... Можно, наверное, закрыть дверь, если вам не сложно. Спасибо большое. Так случилось, что вы сидите одновременно близко к выключателю и к двери. Значит, и последнее, что я хотел сказать, наверное, еще, что с помощью... Нет. Тогда вот так. Тоже нет. Забыл. Хорошо, сейчас узнаем. У утилиты PS... Это очень старый утилит. У утилиты PS есть два различных набора ключей, совместимых с классическими юник-системами и с классическими... с классическими юник-системами семейства BSD. В одном случае мы используем минус, вначале в другом нет. Они разные. Такая старая утилита, что вот... Да. Сейчас я вспомню, что я хотел показать. Я хотел показать... H. Я хотел показать вывод в виде дерева, когда написано, какой процесс что запустил. Видите, процесс 9.7.3.3. Это KDA-нет-5. Этот KDA-нет-5 запускал вот таких процессов. Клаунчер, KDA-нет-5, KCS, KCS... Ну, понятно, да? Вот, например, наш SDDM. Это в случае KDA графическая оболочка, которая... Вернее, графический логин. Вот то, что в самом начале, то, что мы не видим в роликах, вы видите на экране, когда демонстрирую. Когда, значит, там показывается логин-пароль, вот этот SDDM, так называемый дисплей-менеджер, вот он запускается, вот. И он запускает, соответственно, их сервер, он запускает какой-то helper непонятный. Этот непонятный helper, в числе прочего, обратите внимание, что они запускаются с подрута. Справа на суперпользователя. Этот непонятный helper, в числе прочего, проверяет после логина, кто вообще залогинился, запускает от него рабочий стол, ну и начинается. Такие дела. Кстати, а где наш сам ПС? Не видать. Ну ладно. Ну вот, значит, дерево процессов. Такое. Да. И это тоже традиционно. Это всего лишь, чтобы... Это всего лишь, чтобы... Как это правильно сказать? Кстати, а где он? Угу. Не будем гряпать глазками, будем гряпать грей. Неман. Да, у него родитель 0. Вот этот родитель 0 всего лишь означает, что никто его не родитель. Вот. И, кстати, сказать, если его убить, процесс и нет, система остановится. Она скажет, ой, а вы и нет убили. Все. Такие дела. Ну вот, процессы. Значит, как мы уже заметили, процесс принадлежит какому-нибудь пользователю. И та модель прав доступа, которая используется в... Издавна используется в уник-системах, она базируется на том, что каждый процесс принадлежит какому-нибудь пользователю и каждый факт принадлежит. Вот. Прежде чем зайти... Ого! Прежде чем зайти на разговор об этом, коротко про права доступа, как таковые. Их всего три вида. Запись, чтение и использование. Это, опять-таки, все проходится, по-моему, в курсе операционной системы, поэтому я очень-очень быстро это расскажу. Вот у нас есть какой-нибудь файл. Да, если мы ему скажем changeMode минус R этому самому файлу O, то мы даже не сможем не смотрим, не сможем прочитать его содержание. Давайте вернем обратно. Если мы скажем чему-мод минус W write O, мы не сможем в него записать. Ой, смогли. А, минус W, конечно. O. там должны быть три строчки сейчас. Ой, три строчки сказал. Вот. Соответственно, если мы скажем ему плюс X, то мы сможем запустить его как программу. Давайте только тогда мы напишем что-нибудь другое. как, допустим, не знаю, date плюс Y плюс проценты Y O. И cut A, естественно, извините. Ах. Вот. Это программа на Shell, такой сценарий на Shell. Мы можем сказать вот так. Да, он выполнится. Но выполнить как программу эту программу мы не можем. Мы не можем сказать вот так. Скажет, что отказано в доступе. Почему? Потому что неисполняемый файл. Для того, чтобы операционная система решила, что этот файл можно выполнять, надо всего лишь сказать чему-то плюс X. Плюс X одно самое. И тогда он будет. Обратите внимание, что я не пишу O, а пишу точка слэш O, потому что текущий каталог, в котором лежит наш файл, не входит в переменное окружение path. И, соответственно, если мы напишем O, он скажет в команде не найден, потому что она действительно не найдена ни в одном из этих каталогов. Для того, чтобы она была найдена в одном из этих каталогов, ее надо переместить куда-нибудь сюда. Вот, например, у нас есть home.ping.wing.wing.wing. и вот любой любой из исполняемых файлов в этом каталоге можно запустить. Вот. Я даже не знаю, какой безопаснее. они тут все примерно завязаны на... Ну, вот, Ваня, с ним тоже спустите один. Вот, пожалуйста, да, вот этот файл можно запустить, потому что надеются каталоги B. Исполнение. Всего три вида доступа. Чтение, запись, исполнение. Правда, тут есть маленький... маленькая подробность, потому что эти три вида доступа характерны для всех файлов всех видов, в том числе, например, за каталог. Что такое B. Или для сокетов, девайсов, ну, в общем, для всех файлов объектов, которые могут существовать в системе. Что такое битисполнение для, например, сокета, я не знаю, по-моему, не использую. А вот что такое битисполнение для каталога, сейчас попробую пояснить. Значит, если у нас есть какой-то... Ну, конечно. О-о-о. И что это было, кто знает. мы что-то, мы что-то переименовывали или что-то создавали или какой-то цикл писали. А, да, еще потом с помощью редактора VI скрипт отправили вот этот самый, да. Ну, хорошо. Вот у нас есть каталог под названием DIR2. У него тоже бывает разрешение на чтение, на записи, на использование. И что вообще такое каталог? Каталог это файл специального вида, на самом-то деле, естественно, все на самом деле файл. Файл специального вида, в котором хранятся соответствия имен и так называемых индексных дескриптов. По крайней мере, в большинстве Linux-овых файловых систем, Linux-овых, файл-системы организованы именно таким образом, что уникальным идентификатором файла является отнюдь не его имя, потому что имен у файла может быть сколько угодно. А его индексный дескрипт. Опять же, забуряться в это слишком глубоко я не очень хочу, потому что времени нет. Ну вот, если мы, например, скажем вот так вот, мы увидим список файлов, а еще добавим и вот этот уникальный индексный дескрипт у каждого файла. Вот. Так вот, если мы создаем каталог по умолчанию, он доступен нам и на чтение, и на запись, и на использование, так что мы можем сделать вот так вот. Вот. Поскольку каталог является просто специальным файлом, в котором хранится список, определяющий соответствие имен и индексных дескрипторов, запись и чтение из каталога, это доступ к этому списку индексных дескрипторов не более того. То есть, вот, когда мы говорим, скажем, ls.d2, да, мы ходим к этому списку, и если каталог нам доступен на чтение, то это сделать можно. Если каталог нам не доступен на чтение, это сделать нельзя. Как мы уже видели, в случае записи и чтения, чтение и запись атрибуты независимы, как файл может быть доступен на запись, но не доступен на чтение, пожалуйста, можно дописывать, а читать уже нельзя. Точно так же вот этот каталог можно, я так понимаю, можно дописывать. Это, кстати, надо проверить. Да, пожалуйста. Но посмотреть, создался этот файл или нет, мы не можем. Вот теперь видно, что он создался. Право на запись это право на модификацию этого списка, то есть, например, на удаление файла или на его переименование, кажется. Давайте попробуем mvn dir2 file2 файл, допустим, можно сделать чмот минус x. А, нет, смотрите, давайте мы сделаем чмот минус r dir2 ну, не fira dir и убедимся, что доступ к каталогу на записи у нас при этом продолжает существовать, а именно мы можем сделать вот так вот, например, мы можем даже сделать вот так вот, если мы знаем мемор файла, то мы можем получить к нему доступ, но мы, потому что мы можем, а вот доступ к списку получить и удалить его можем. удалить. Вот. В случае, если мы запретим доступ на запись, мы не сможем модифицировать этот список. Да? В общем, все понятно. И мы в эту же не будем работать. Ну, вот. А что такое тогда, что-то такое тогда доступ на использование? Доступ на использование это, собственно, возможность получить доступ к тому индексному дескриптуру, о котором идет речь. То есть, смотрите, когда у нас был запрещен доступ на чтение, мы, тем не менее, могли получить содержимое файла нашего. Да? Где тут был минус r. Вот. Да? У нас каталог был недоступен на чтение, но содержимое файла мы можем получить. А если мы сделаем вот так вот, минус x dir2, то ls у нас будет работать, правда, с некоторыми волшебными замечаниями в начале, что отказано к доступу. А вот содержимое этого файла мы получить не сможем, потому что использование каталога означает доступ по имени к индексу дескрипту. Кстати, кто может объяснить вот это явление? Сначала поругались, а потом все-таки получили какой-то результат. Что здесь произошло? Да, ls, ls, по всей видимости, захотел раскрасить. Помните, у нас ls умеет узнать, что это за файл. А для этого нужно было сходить к индексному дескриптуру, проверить, какие провод доступы, еще что-то. А нельзя. Поэтому да, вот если бы мы написали вот так вот, то все бы было нормально. ls у нас же это алиас, который вот, да, я был прав. Он решил раскрасить, а раскрасить это значит сходить к индексному дескриптуру файла, сходить к индексному дескриптуру не удалить. Теперь вопрос вот какой. Все хорошо, за одним небольшим исключением. А как вообще в системе берутся процессы, принадлежащие различным пользователям? Вообще. Потому что у нас же есть init. Вот он. И он принадлежит руту. Как так получилось, что некоторые другие процессы принадлежат не руту? есть. Мы только что говорили, что в процессе fork-exec окружение наследуется. Значит, каждый порожденный initом процесс должен принадлежать. для очень простой есть системный вызов situit, который позволяет уже запущенному процессу поменять себе хозяина. Правда, этот системный вызов situit может сделать только рут, но, как видим, именно так оно и происходит. init принадлежит руту, и этот самый рут имеет право запустить из-под себя процесс с другими пользователями. Вот. Именно поэтому, как бы, вот, помните, мы говорили, сейчас покажу, вот, помните, мы говорили, что вот-вот запущен SDDM от рута, X-сервера от рута, а вот KDE уже запущен от Penguin. Он выяснил, кто залогинился и запустил все наше дискок окружение уже от нашего пользователя. Тем самым мы получаем ситуацию, что у нас все файлы принадлежат какому-то пользователю, это первая колонка, и все процессы принадлежат какому-то пользователю. Да. А не сразу. Смотрите, процессов. Смотрите, когда процесс пророждается, ему присылается какой-то номер. Когда он умирает, следующему процессу присылается номер плюс один. И так дальше по кругу, когда там запускается процессы денификата равным максимальному количеству процессов, счетчик перещелкивается, и мы находим первый попавшийся номер, который мы можем задать, и снова покроем. То есть у системы единственное, что гарантирует вам, что у всех процессов будет уникальный денификат. Вот эта левая колонка всех процессов равна. Я ответил на вопрос. Ну вот. Значит, теперь относительно того, что собственно относительно субъектной модели или дискреционной модели правдов. И так у нас каждый процесс принадлежит какому-то пользователю, и каждый файл принадлежит какому-то пользователю. И в результате мы имеем дело с очень простой моделью, где мы говорим, значит так, у пользователя есть файл, который принадлежит ему, и у него один набор прав по отношению к этим файлам. И файлы, которые ему не принадлежат. И у него совершенно другой набор прав по отношению к этим файлам. Да, то есть у каждого файла есть две группы, на самом деле три, но сейчас про третью чуть позже. Как минимум две группы атрибутов, которые описывают, что может делать с ним хозяин и что может сделать с ним не хозяин. Вот в командочке ls-l это вот эта тройка и вот эта тройка. Ну вот смотрите, там не знаю, филе, филе. О, хорошо. Значит, хозяин пингвин имеет право делать с этим файлом что угодно, а не хозяин имеет право делать с чтением и выполнением. Помните, мы его сделали с выполнением. Соответственно, мы можем чмот, допустим, other-xo. Вот это o означает other. И получим ситуацию, когда хозяин имеет право исполнять этот файл, а other не имеет. Ну и обратно мы можем сказать o плюс x, а вот o user, минус x, получим ситуацию, когда пользователь, я сказал o минус x, написал плюс. Получим ситуацию, когда пользователь не имеет права исполнить, хозяин файл не имеет права исполнить, а остальные им. Вот такая модель дискреционная немножко неудобна тем, что мы не можем задать ситуацию, когда к файлу некоторые пользователи имеют доступ, а некоторые нет. Поэтому нам приходится вводить еще одно понятие, понятие множественный субъект или группа. То есть файл у нас считается принадлежащим пользователю, а еще входящим в некоторую группу. Именно поэтому у нас тут две колонки. Одна из колонок это, левая колонка, это хозяин файла, а правая это группа. И именно поэтому у нас не два триплета в атрибутах a3, что имеет право делать user, что имеет право делать член группы и что имеет право делать rvx, сейчас вот это user, вот это член группы, а это все остальные. Каждый пользователь может входить в какое угодно количество групп и в каждой группе может быть какое угодно количество пользователей. Вся эта информация хранится, обычно хранится в файле tc-group. Вот здесь. Вот, например, в некоторых группах у нас есть пользователь Penguin и пользователь George. И это дает нам достаточную гибкость, мы теперь можем определять группы, к которым, вернее, задавать файлы, к которым некоторые пользователи, члены группы имеют доступ, а некоторые нет. Вот, чаще всего это нужно, например, например, чтобы каким-то файлом, ну вот, скажем, системным, да, я специально заглянул в слэш дев каталог, где у нас устройство, девайс, да. Вот, например, ну не знаю, что-нибудь принадлежащее Penguin тут есть. Вот, мы нашли целых три устройства, которые принадлежат Penguin. Это фреймбуфер, GPM-CTL, это управление консольной мышью, и что-то связанное с графикой. Слово InVidia как бы навлекает, да. То есть пользователь Penguin имеет право копаться своими грязными пальчиками в этих самых устройствах. В первую очередь, видимо, для того, чтобы что-то сделать, какие-то видеооперации проделывать, да, и там что-то делать с мышью. Например, как правило, все остальные, видите, хозяин тут root. Но, например, если я член группы VM-users, то согласно вот этим триплетам, у меня есть, вот этому конкретному триплету, у меня есть право чтения и записи в устройство, которое называется KVM. Вот. Если я член группы KMEM, то я имею право читать из DevPort, например. Сейчас я пытаюсь найти что-нибудь, к чему можно обратиться прямо сейчас, чтобы посмотреть на это. Ну, видео это видео. А, кстати, тут где-то должен быть терминал, который мне отдали. Нету. Хорошо. Он в ПТСах лежит, да, я как раз хотел показать, но сейчас я попробую что-нибудь. Да хотя бы, да хотя бы, господи, хотя бы все тот же. Хотя бы все тот же. КМЕМ, да. Нам все, кстати, не дадут туда сходить. Не дадут нам туда сходить. Потому что к нему нельзя ходить на риф. Тем самым DevMemo защищен. Ну, ладно. Действительно, давайте сюда в ПТС сходим. О, ну, вот видите, три из этих устройств доступны мне на чтение. Два из этих устройств доступны на чтение и запись. При этом одно только мне, а эти два пользователю, значит, и группе. Вот. А это устройство вообще только руту доступно. И вообще никому оно не доступно. Обратите внимание на набор атрибутов. Там все нули. Понятное дело, что рут все равно может его открыть. Да? Суперпользователь имеет право нарушать права доступа на чтение и на исполнение. Ну, зато он может переставить эти права сам. Вот. Ну, ладно, бог с ним. Тут и так много всего. Ну, в общем, идею вы поняли, да? Значит, три триплета. Первый – хозяин файла. Второй – если группа, которой принадлежит файл, находится среди групп, членом которой является хозяин процесса. Вот. И третий триплет для всех остальных. Сейчас. Тут на самом деле есть еще одна хитрость. Я только забыл, как ее добыть. Как ее добыть? Да что ж такое? Можно, конечно, просто… Ну, короче говоря… А! Вот что. Можно, наверное, запустить топ, там есть гид. Нет? Юзер есть, а гид нет. Сейчас. Я вот к чему. Что на самом деле у процесса… У процесса есть еще одна единственная группа, которой он тоже член. 20. Вот. Вот здесь нету, да? Как поменять? Я хочу, чтобы гид он вывозил. Ну, он или PS. Сейчас. Тут как-то все сложно. Тоггл, тоггл, set. Давайте попробуем. Вот полигит. Это где оно дедактируется? Да. Вот. Да. Да. Вот как задать формат. Вот как задать формат? Ну, задать поздно. NSF. Outward Field Names. Это Names. Не помню. Ладно. Не помню. посмотрел хорошо давайте попробуем все таки в ps ps я точно помню что это можно бог только не здесь а вот здесь да это какой формат стандарт вот вот а и и и и и и и и только что я не дедит или победа а вы хотите сказать что это он и есть это можно хорошо да спасибо извините я перегрелся и забыл да вот же вот же вот 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 же вот же группу иногда они совпадают иногда внезапно группа у него 0 вот что я понял надо еще и буду вывести вот 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 теперь хорошо видно значит уид гид во все вот ппп гид и процесс групп ну вот уид гид вот в основном они от пользователя запущены да ну вот например групп 500 идентификатор 500 я надеюсь что хотя бы у кого-нибудь из них будет группа не равна вот например здесь уид 491 а группа 473 вот ну то есть понятно значит получается картина чуть чуть более сложная у нас запущен процесс этот процесс принадлежит какому-то пользователю является членом какой-то группы пользователь свою очередь является членом каких-то групп разных вот этот список из групп как членом которых является пользователь и той групп которую и член который является процесс это и есть актуальный список который будет потом применяться перечисление правды такие дела вот я это все к чему говорю это я к тому говорю что у нас есть последний итерация про этот разговор к сожалению она довольно сложная я постараюсь и по-быстрому да значит процесс процесс считается с цленом ровно одной группы и это как правило групп который взят а вот отсюда вот отсюда поменять себе группу сам собой нет то есть смотрите что может сделать пользователь может например поменять группа иди файлу вот скажем вот я член таких-то групп я могу сказать cgrp допустим не знаю там сидеру файл под названием ну не знаю вот он принадлежал группе пингвин а теперь он скажет скажет будет принадлежать группе сидером потому что я являюсь членом вот эти у меня есть базовый группа иди который прописан файлы псвд вот он 500 это вид это гид и еще несколько групп которыми я являюсь членом вот вот все группы чем которых является пингвин видите сколько вот вся эта сумма сесть выводится вот это взяты из псвд а это взяты иди цигру запущенный процесс от меня может поменять себе группу на любую из этого списка но по умолчанию он вот с этой группы в принципе ситуация когда запущены мною процесс меняет себя группу никого не интересует потому что при проверке доступа мы все равно будем смотреть вот сюда так что это обычно никто не делал у нас есть вот этот список процесс запущен с правами вот этой группы при вычислении доступа мы проверяем не принадлежит файл сначала мне потом какой-нибудь из групп моих и потом только при этом именно в такой последовательности да если допустим помните мы делали я теперь не могу этот файл запустить хотя его могут запустить все остальные его может запустить член группы пингвин и я являюсь членом группы пингвин но поскольку он мой айди как раз 500 то как раз пингвин то для меня применять вот этот три пингвин два да сейчас расскажу в текущей в текущем вот объеме что мы рассказали ни за чем потому что все равно ты член этой группы она есть в твоем списке вот но но мы возвращаемся к довольно интересной проблеме допустим я хочу поменять себе пароль или допустим я хочу запустить программу ну не знаю там пинг что у нас интернетами штука у нас какая-то с интернетами а да с интернетами у нас ерунда какая-то пинг ну пинглог да ну хотя бы localhost действительно вот фишка стоит в следующем есть какое-то количество действий ну в первую очередь поменять себе пароль когда вы сменяете себе пароль вы очевидно редактируете какой-то файл с паролем вот когда вы выполняете низкого уровня операции пинг если вы помните это протокол сетевого уровня ICMP да вы не можете просто взять и послать произвольный пакет в сеть вам просто это не дадут у вас нет права вот и еще некоторое количество действий которую вы не имеете права выполнять а тем не менее почему-то выполняет вот то есть некоторые программы которые вы запускаете внезапно несмотря на то что я говорил что только суперпользователю можно делать сети вызывать вызов сети некоторые программы сами себе делают вызов сети и никто их за это не ругает вот их довольно мало такого рода действий в системе которые нужно делать с точки со сменой пользователя на какого-то другого но они есть например все тот же пинг да как разрешить пользователю посылать пакеты в сеть а вот как ну давайте скажем так вау что это такое коричневое так видите букву S вместо буквы X и это еще один помимо тех 9 битв которые мы сейчас поговорили 9 атрибутов эээу у нас же ping уже не рутовый а у нас есть хоть один также сейчас красненький тут что-нибудь красненькое есть обстоят отлично вот наконец вот значит x40 это собственно x-server который работает с видеокартой и стало быть ему нужно лазить во всякие странные места вот связанные с железом в которых обычным пользователю хобби вот при да естественно этот эксору запускаете вы допустим да или что-то плохое сейчас сейчас еще кому-то придумаем вот это какое-то лечить есть какое-то количество таких все-таки есть кайдзек по mount вадим вадим сейчас попробую найти какую-нибудь более более разумную суду да хоть суд да а ну самый простой способ неправильно мы этим же пользовались на лекциях да вот есть утилита су которая внезапно позволяет нам становиться суперпользователем если мы знаем его пароль как это вообще возможно если выяснилось что мы при форке можем только наследовать юзер айди и и и не можем вызывать вызывать с эту и системный вызов потому что может делать то круто так вот она тоже также устроенном сейчас увидим о буква с вместо буква x означает что и буква x там тоже есть то есть бит использования у этого файла есть а еще у этого файла есть дополнительный бит который так и называется сетку им который говорит о том что если мы запускаем бинарник из этого файла программу процесс то при старте он получит идентификатор не того кто запустил а файла из которого запущен то есть вот если запустить бинсу его хозяином будет рут таким образом мы получаем ограниченный способ нарушение прав доступа а именно мы можем запустить произвольный администратор систем тот самый суперпользователь может расставить такие ситуит биты на некоторые на некоторые программы мы видели что их не много вот там какой-нибудь секретчик вашей вашего комьюнити прочитает исходный кост этой программы от начала до конца и скажет хорошая годная программа невозможно эксплуатировать и тогда при ее запуске ну собственно когда вы запускаете с у он получает права суперпользователя дальше понимает решение значит давать вам допустим эти права на гиг запускать вот то есть такой обходной механизм для того чтобы некоторые программы можно было все таки запускать программы вот конкретно в альт линуксе я почему так долго рылся все эти традиционные утилиты которые хотят прав суперпользователя почти все слегка переписаны и суперпользователи не дают мы предпочитаем использовать не сует потому что суеты слишком жестко а например сет гид сет гид и это ответ на ваш вопрос это возможность запустить программу с гид неравном тому который является первичному пользователя а с тем который написан файл и вот он как раз может не составлять например все тот же пинг смотрите вот он внезапно получает права группы обе юзи при запуске интересно как он работает после этого но в данном случае не очень важно смотрите итак если мы сейчас запись запущем все тот же пинг localhost вот вот он вот он запустился что там было нет там был какой-то я хочу пример просто скопировать где там было а там было срочно надо точно вот так как-то нет а минус о собственно да ммм тормоз из извините но все-таки скопировать шкаф шкаф вот пускай будет вот это тут пускай будет гид еще увидит да шо ж такое сори сейчас сделаем я хотел я хотел тут устроить нэм да спасибо во команд их ним отлично спасибо большое . я торможу команды во шикарно и вот этот остался теперь найти пинг чтобы убедиться что он взял и поменял группы на 472 при запуске вот такие дела значит тем самым мы можем получить запустить процесс который не станет процессом от лица суперпользователя но при этом будет членом такой группы который мы доступа не имеем довольно типичный пример я раньше всегда привозил это какие-нибудь игры которые хранят общий файл результатов highscores ты не можешь его отредактировать руками этот файл но если ты запущешь игру у него будет группа id games и с этим games она полезет в это highscores и запишет туда твой результат вот ну к сожалению ни одной игрушки не стоит с таким делами я лучше приведу последний пример он самый сложный значит традиционная система хранения паролей в линуксе подразумевает файл cп.svd в котором как видите он доступен на чтение всем там такой формат имя пользователя здесь раньше лежал пароль группа в смысле идентификатор пользователя группа по умолчанию полное имя и ну как бы какое-то имя и домашний каталог и shell который запускается такой формат вот потом этот пароль оттуда решили хотя бы превратить его в хэшик вместо пароля потому что пароль хранить в чистом виде нельзя потом решили что хэшик это тоже плохо потому что любой может его взять и на супермашине пытаться разгрызть там атака еще чего вот поэтому в традиционной схеме вместо файла cп.svd используя файл cп.shadow вот который уже никому не доступен на чтение кроме рута вот да и рут он даже на запись не доступен но правда мы знаем что рут плевать на это хотел вот а значит ну как видите в файле shadow в дистрибутивах alt linux а например так же еще в openwall linux вообще нет ни одного пользователя кроме системы вот то есть вот 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 этих всех пользователей которые мы добавляли там пингвин там нет почему потому что файл shadow не используется в alt linux в alt linux используется более сложная схема она взята из из такой большого патч сета дистрибутива openwall linux openwall это такие ребята которые заморочены на security который называется tcb trusted computer base вот в частности с паролями в tcb работают так командочка psvd в tcb не сетуидная а сет гидная то есть когда вы хотите поменять пароль раньше в случае если все пароли лежат в фазе shadow вам приходится запускать сетуидную программу которая лезет в этот shadow и его редактирует не дай бог вы нашли какую-то уязвимость и смогли сдампить память от этого самого shadow там лежат если не пароль то хотя бы ключи ну а дальше как бы в этот ключ скармливаете пароль дробилки она в конце концов находит нам если пароль слабый вот в случае alt linux программа psvd которая запускает обычный пользователь она не сет видная а только сет гидная она запускает процесс который становится членом группы shadow становясь членом группы shadow ни один пользователь не является членом этой группы процесс оставаясь продолжая принадлежать пользователю который его запустил тем не менее еще при этом будет иметь доступ к тем файлам и каталогам системы которые принадлежат которые имеют некоторое разрешение доступа к группе shadow в частности давайте скажем минус d ему вот в частности в каталог etccb вот он то как раз размечен следующим образом root для ну рута все у члена группы shadow только использование а у всех остальных ничего то есть обычный пользователь туда вообще и залезть и не сможет да ему не дадут ничего с ним сделать однако программа по свд будучи запущена какой там у нас был ключик где файл сейчас мы найдем программа по свд будучи запущена видите да окажется что она принадлежит что группа которая принадлежит группа 26 это выпущена и стало быть понимаете и стало быть она будет она сможет туда залезть что она там увидит ничего потому что как вы помните на чтение на чтение этой программе этот каталог все равно запрещен но она будет знать что в этом каталоге есть под каталог с именем нашего пользователя в данном случае пингвин вот он и этот каталог будет доступен пользователю пингвин по всем статьям из обычного сеанса мы не сможем забраться в етц потому что нам нас запирает вот это вот эти проводов но запустив программу которая седгибную программу которая будет приезжать пользователю мы можем залезть мы можем залезть в этот каталог и зная что в этом каталоге есть еще под каталог который который называет имя которого совпадает с нашим логин неймом пингвин вот он мы можем получить доступ к его содержимому потому что потому что нам это разрешено а там лежит таки там таки лежит файл shadow а в этом файле shadow ровно одна запись принадлежащая нашему пользователю тем самым получается что что обычный пользователь даже список пользователей не может узнать потому что они лежат вот там вот защищенные защищенные вот таким парламентом программу по СВД и сдампил ее память. Что он получил? Он получил файл shadow, в котором хранится его хэшик, его собственного пароля. Вот. Такая вот штука. Значит, эта технология называется setgit directory traversal, прохождение каталога с помощью setgitного бинарника. Если бы программа не была setgitной и не переводила процесс в группу, которой не принадлежит ни один пользователь, то такой бы трюк был сделать не было. Просто мы отгораживаем данные, которые мы хотим защитить от всех пользователей, путем передачи доступа к этим данным в специальной группе, которой ни один пользователь не принадлежит, но может принадлежать вот такие программы. Вот такая вот картинка. Нас осталось 15 минут на все. Как обычно, я торможу, но я все-таки попробую рассказать о двух вещах. Первое. Не всегда права дискреционные удобно использовать для решения произвольной задачи ограничения доступа. Например, у вас есть простравшийся Вася Пупкин, которому одному вы хотите запретить что-нибудь делать. Или у вас есть группа, которой вы хотите дать только запись, группа, которой вы хотите дать только чтение, а всем остальным ничего. В втором случае очевидно, что поскольку у нас только один триплет на группу, то вы эту задачу не можете решить, хотя она и нечастая. В первом случае все, в общем, хитрее. В том смысле, что таки да, такой проштрафившийся Вася Пупкин, или наоборот, человек, единственный человек, которому вы хотите дать доступ, а всем остальным не давать, может случиться. И чтобы решить эту задачу с помощью групп, вы должны постоянно менять эти группы. Вы должны добавить человека в группу, или там, значит, создать новую группу, в которой его нету, передать. Ну, понимаете. Вот. Поэтому поверх дискрепционных прав доступа могут намазаться так называемые access-control листы. Вот. Вот это уже такой универсальный способ раздачи прав доступа, который не субъект-субъектный, где у нас есть только хозяин файла, или множественные хозяины. А субъект-объектный, когда при каждом файле, грубо говоря, содержится табличка, кто и что имеет правосы. Проблема в том, что полная субъект-объектная модель содержит огромную табличку, размер которой равняется количеству объектов, умноженное на количество пользователей. Умноженное на количество способов. Такое не бывает. Значит, нам приходится думать о каких-то наследованиях. Это, в свою очередь, приводит к тому, что права доступа вот эти субъект-объектные становятся очень непрозрачные. Вот. В Windows так сделали. Я самолично наблюдал, как люди, манипулируя вот этими табличными ACL-ами, делают так, что внезапно для некоторых групп диск C становится writable, просто потому, что там накладываются какие-то умолчания друг друга, и все становится. То есть субъект-объектная модель право доступа гораздо более сложной. Это первое. Второе. Вас может не удовлетворить и это. Вы можете, например, захотеть, чтобы доступ доступ осуществлялся иногда сообразно каким-то логическим правилом. То есть, чтобы у вас был не просто, допустим, файл, который запрещено выполнять там определенные группы, а файл, который запрещено выполнять определенные группы в течение определенного времени. Ночью можно, днем нельзя. или вы захотите ... Да. Что-нибудь такое. Или на вас вообще навалились военщики и сказали, а вот у нас есть специальная модель безопасности, в которой написано, какие категории бывают пользователи и какие категории пользователей, каким имеют право передавать данные, а какие не имеют. Да, там, секретность, когда секретность можно только повышать а понижать нельзя или различные группы, как бы категории пользователей, значит, одной категории не могут иметь доступ к праву, другой, и так далее. И тогда вам придется, значит, первое, про что я говорил, это о цели, Показывать уже не буду, просто вот setfacl и getfacl – это то, что можно делать с правами, видите? Вот ровно оно вы берете и прям прибиваете для конкретных пользователей нарушение. Другие права доступа не такие, как дискальцов. А вот второе – политики доступа. Это так называемый, в российской терминологии это называется мандатный доступ, то есть доступ, к которому вычисляется специальный мандат. На самом деле это такая калька с английского, где mandatory. Бывает дискреционный доступ, дискрет, а бывает mandatory, произвольный, вычисленный. Это калька с английского mandatory, и в Linux этим занимается подсистема, которая называется SE Linux. Я ей даже заниматься с вами не буду сегодня, потому что она сложная. И потому что, как показала практика, в современных дистрибутивах оно используется редко. Оно используется редко по причине того, что, как всякое связанное с реальной безопасностью подсистема, настройка нормального мандата или доступа очень сложна. Грубо говоря, все, что не разрешено, все запрещено. То есть политики безопасности при этом становятся здоровы. В дистрибутире Fedora за сколько-то лет назад по умолчанию ввели использование SE Linux. Это под всем называется SE Linux, в традиционном Linux ядре. Помучились какое-то время и перевели его в так называемый премиссив режим. То есть когда мандатный доступ включен, но по умолчанию всем все разрешено. И последнее, о чем я успею сегодня рассказать, это о том, что на самом деле свет клином не сошелся на сатуиде. Когда мы говорим, что мы передаем, запускаем сатуидный процесс, или когда мы говорим, что процесс выполняет операцию сатуид, системный вывод, на самом деле он получает сразу много-много-много разных прав. Не одно какое-то право стать суперпользователем, а много. Давно уже тому назад, лет 15-12, эти права поделили на кусочки, они называются capabilities. И с гидра, вы видите, 2-2. Давно. И в принципе, вы не обязаны выдавать программе все права рота, потому что их много. Вот сейчас вы увидите. А можете вместо сатуид вызывать системный вызов сеткап. Или сеткап, я забыл. И получать только те конкретные capabilities, которые для вашей работы нужны. К тому же пингу, например, вполне достаточно, там, не только админи, или роусокет. Я уже не помню, как он из них какой. Некоторым процессам достаточно возможности посылать сигналы другим процессам, а самому там нет. И так дальше. Вот эти capabilities, их тут довольно много. Например, вы можете разрешить процессу менять права доступа к другому файлу, а больше ничего не разрешить. Или менять пользователя. Ну, в общем, много всякого. Или создавать, например, устройство. Вот ничего нельзя, устройство создавать можно. Вот. Создавать... Вот нет.ру, например, нужен для пинга, я помню. Вот. Ну и так дальше, и так дальше. Ну, кстати, setgit тут тоже есть. Минятьgit. Сам факт вызова situid тоже можно отдавать процессу, да? То есть процесс может не быть situidным там, но если у него стоит капс situid, он может... Ну и так дальше. В общем, sysadmin, видите, какой. Overloading. Ну вот, в общем, вы меня поняли, да? Значит, давным-давно распилили на эти самые, на capability, и в принципе, если ваш файл системы поддерживает, понятное дело, что situid – это один флаг, да? Один бит. А вот setcap – это много вот этих битов. Но если ваш файл системы поддерживает такие штуки, вы можете наложить на ваш файл не situid, а именно setcap. Вот. По-моему, в altlinux set до сих пор не используется. Я не знаю, почему. Не договорились. А, нет, что-то используется, по-моему. О! Целых два бинарника в srbin используют setcap. Да? Это штука, которая работает с Bluetooth, Blue Moon, потому что ей нужно, ей нужно уметь, например, раздавать по Bluetooth, ну, как бы, сеть, да? Вот. И no-kering demon, которому можно разрешить кайпа PC-Lock, кажется, это блокирует память на чтение. Сейчас давайте посмотрим. То есть, понимаете, что такое керинг-демон? Это штука, которая работает с паролем. Было бы очень плохо, если бы у нее эти пароли могли утечь. Да что ж такое? PC-Lock, все так. А, не цветка, пока поберитесь, конечно. Вот. Lock memory, да-да-да. То есть, смотрите, процесс запускается и внезапно защищает свою память от всех. На всякий случай. Вот, чтобы никто оттуда ничего не считал, потому что там будут ключи валяться. Ваши распарольные. Такие дела. Больше, по-моему, нигде. Больше, по-моему, нигде. В других дистрибутивах вот эти setcaps используют намного чаще. Потому что, понятно, уид, ситуид, это довольно опасная штука. Такие дела. Вот. Значит, сегодня я планировал еще один рассказ про одну штучку, которая вам определенно встретится, когда вы будете пользоваться именно дистрибутивом, но, видимо, придется принести ее на следующий раз. Вот. В этом есть свой резон, поэтому я не заморачиваюсь этим. Штучка вот какая. Все хорошо. Мы поговорили про ситуидные файлы, мы поговорили про волшебный способ загораживать с помощью setguida доступа к некоторым загороженным ресурсам, мы поговорили о том, что некоторые устройства отдаются пользователю, например, в момент логина или еще ничего не такое. Но мы не поговорили о некоторых очень простых вещах, которые, тем не менее, в системе случаются. Например, когда вы вставляете флешку, это вообще-то внешнее устройство. И это внешнее устройство внезапно монтируется, показывается вам в качестве содержимого. Мы знаем, что команда mount, в общем, обычному пользователю так просто недоступна. Вы не сможете взять и смонтировать производное устройство, потому что если бы могли это сделать, вы бы могли смонтировать, скажем, ваш собственный жесткий диск еще раз там с какими-то другими паралами, там что-нибудь расхакать. То есть или, допустим, когда вы говорите, ну не знаю, там какой-нибудь гаппортет я запускаю. Вообще говоря, гаппортет это утилит для работы с жестким диском низкого уровня, с его разделами. Наверное, это нельзя делать обычному пользователю. Мало того, вот окошко, которое я сейчас вижу, нам в явном визе говорит о том, что это нельзя делать обычным пользователем. В этом окошке написано, значит так, вы давайте введите пароль и тогда вам разрешат что-то делать. запускать. А именно вам запустят эту программу от рута. Сама программа гаппортет ни разу не ситуидна. мы сейчас пронаблюдает какой-то другой механизм, неравный просто ситуиду, который позволяет как-то передоверять вот такие действия. Например, запускать программу с точки зрения справедливости расставлены специальные метки, в данном случае в виде атрибутов файлов, при запуске которых что-то меняется. Этот инструмент должен быть, разумеется, программным. То есть, мы должны попилить нашу систему предоставления новых возможностей нашего пользователя на три части. Первая часть – это собственно тот, кто будет выполнять это действие от рута. то есть, какой-то агент, который будет запускать от рута или от какого-то иного пользователя какие-то какие-то ну, совершать какие-то действия с изменением привилегий с другими привилегиями. Вторая часть – это клиентская часть, вот, например, программа Гапартет, которую я запустил, будет говорить так, мне нужно перезапуститься там, запуститься с таким-то привилегием, сделай, пожалуйста. И третья часть – это какая-то логика, которая бы смотрела разнообразные конфиги файлы и проверяла, а действительно вот этому пользователю можно запускать вот эту программу с вот этими правами. То есть, процесс выглядел тогда бы так. Мы запускаем некий клиент, этот клиент идет к вот этой части номер три, к логике и говорит, дорогой, как он там называется, policy kit, я хочу запустить программу Gaportet с правами по суперпользователю. Проверь, можно мне или нет. Policy kit идет к своим настроечным файлам и говорит, да, вот действительно программу Gaportet вот этому пользователю можно запускать, потому что он там член группы диск, например. И он уже идет к агенту и говорит, дорогой агент, это я, policy kit, верь мне, запусти, пожалуйста, вот тому пользователю программу с правами рута, потому что он действительно, я подтверждаю, он действительно это может. То есть мы распиливаем процесс запуска привилегированных или просто с эскалацией изменения прав приложений на запрос, проверку и исполнение. Вот об этом, а также о сопутствующем всяким штукам, с которыми мы тоже встречаемся в менедоистрибутилах, видимо, не придется поговорить в следующий раз, потому что время нашло уже. Вопросы какие-нибудь по тому, что был? Да? права доступа это свойства файлов. Да. Они хранятся в файлах? Да. Есть ли механизм управления тем, кто может менять эти права? Да. эти права может менять хозяин файла, то есть вы имеете право запись как хозяин файла, но имеете право запись в файле. Именно поэтому вы не можете поменять себе хозяина файла, вы можете поменять группу на ту, в которую вы входите. Эти права может менять суперпользователь, ну, точнее, процесс запущенный с юзера ID 0, и эти права может применять процесс, у которого капабилит соответствующий стоит. Причем они разные, да, там есть CHBRP отдельно. Да нет, ну, короче, где-то тут вот Овнер. То есть, другое говоря, идея о том, что можно запретить доступ только к одному, только одного пользователя, данному файлу, за счет выставления этого пользователя, владельца файла, и снятия всем. Нет, 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 эта идея не работает, потому что он сам себя может поправить, конечно. Нет, нет, нет. Если вы хотите запретить одному пользователю, если вы не хотите пользоваться ACL, который, как понятное дело, все это позволяет делать за один пинок, а хотите это делать через группы, то тактика следующая. Вот у вас есть группа, да, но при этом надо понять, надо понимать, что при этом вот к этому конкретному файлу вам придется, значит, поменять ему группу, составить специальную группу без этого пользователя, вынуть его из того, из той группы, если он имел право доступа как член группы, да, положить его в эту, ну, в общем, в смысле, не классический, ну, в общем, поэтому это сложно, поэтому используется ACL, как правило, для запрета, ну, потому что, вот, именно запрет чаще встречается и очень муторно моделируется с помощью множественного, множественного дезисекатора, то бишь, с помощью, еще вопрос. Да? После того, как процесс изменил свой луид, допустим, выгнул, а он сбросил себя привилентом. Есть ли возможность вернуться к предыдущему состоянию луида? По-моему, нет. Нет, потому что в этом смысл. Обычно так делают, ну, там, точнее, не так. Если в это углубляться, там есть понятие executive и обычный. и если мне не изменяет память, сейчас, вы можете, вы можете поменять эффектив и потом, видимо, вот тут, правда, есть уже более такая хитрая штука, которая сет, а это оба меняются. Это оба меняются. Короче говоря, вообще говоря, нет. Потому что, в принципе, вам нужно, что сделать, да? вам нужно сбросить права по процессу, когда вы меняете уид на другой, таким образом, что он сам не смог обратно вернуться. Да? То есть, как работают секретчики? Они смотрят тот код, который до сетуида с понижением прав. Вот этот кусочек выполняется с правами рута, дальше мы понижаем себе прав, все, дальше можно уже не считать. Если бы была какая-то возможность вернуться к более широкому набору прав, да, это было бы опасно. Поэтому нет. Видимо, нет. другое дело, что эффектив уид и просто уид нужны для того, чтобы проверить, а кто запустил. Да? Проверить, был ли я рутом, например. То есть, какой у меня настоящий уид, там, эффектив, понятно, настоящий. Или гид, да? Мы запустили себе гидный процесс, но можно проверить, какой был гид настоящий. Вот. Но, тем не менее, да, тем не менее, идея именно в том, чтобы вернуться было нельзя. Еще вопрос. Окей. Тогда в следующий раз мы продолжаем вот с этого места и, возможно, заходим на вещь, которая нам нужна для установки системы на разметку дисков, вот на это все. Да. Всякие прочие атрибуты файла типа времени, поступа, и прочее, вот такого вот, ну, все, что не права. Можно это менять пальцами или нельзя? Да, можно ли это менять по чему-то? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Да, я думаю, что можно, потому что у нас есть тач, в котором ты можешь прямо сказать минус-минус дает равняется стрим. Давайте посмотрим. Там же наверняка есть пример, да? Вот. да. Упс. я так думаю, что и access time и тот самый modification time можно таким образом применять. Это наши ноты, но что хотим, то и делаем. да. Если я, допустим, вы учебы на канал и знали, что в мой город как-нибудь файл прочитать, если есть каталоги? Хороший вопрос. Думаю, что нет. Возможно, вам придется какой-то... Да, я понимаю, я понимаю, что у вас нету ни одного каталога, который бы на него ссылался, и сделать вы не можете. Вы же не можете взять и сказать, прилинкуй мне, пожалуйста, к тому iNode у вас. Возможно, какой-нибудь из колл вам это позволит сделать. Вот этого ответа на вопрос я даже не знаю. При том, что сам iNode, да, в нем написано, что он вам доступен, да, то есть это вот файл, который... не знаю. Могу попробовать поискать ответ на этот вопрос и в следующий раз ответить. Или давайте сейчас прямо поищем на вскидку, вдруг получится. а, поищем. Что у нас с Wi-Fi'ем какая-то какая-то Wi-Fi'ем. Ну, какая-то Wi-Fi'ем есть. зонда... 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 а, ну тут этого адреса я не помню. повышенный Wi-Fi'ем есть. О! Вы хотели знать вот это. ну тут видишь, что они делают. Тут он просто ищет файл, ну, то есть, короче, он находит имя соответствующее, да, вот этим файдом он находит имя, у которого и нот соответствует. это не так интересно. Ну, оно же есть где-то в файловой системе, да, но он найдется. Если оно от вас не огорожено доступом, да, а вот это вот, вот это, это какая-то, какая-то, какое-то хакерство, которое связано с тем, что вы вручную заводите короче, какое-то, какое-то, какое-то хакерство непосредственно с ином, с помощью, с помощью программы debug.fs, но кажется, она от обычного пользователя не запускается, судя на что я здесь вижу. Потому что судо это такой способ, способ запустить, такой старый способ раздавать возможным пользователям запускать программы с другими правами. Су позволяет просто получать новые права, а судо позволяет получать новые права, но только на запуск определенного вида команд. Вот в данном случае пользователю, который запускает вот такое, должно быть разрешено запускать программу debug.fs, причем с произвольными ключами, ну или с этими конкретными ключами, тем или иным способом. ну вот, в общем, похоже, что это не так просто. По крайней мере, на Stack Overflow народ как-то не то самое. не пришел ко мне. Нет, это даже не так. О, вот еще open file That is not possible. Какие дела? Говорят, какая-то какая-то фигня социальная, произойдет, если так сделать. А, ну, собственно, такая фигня и произойдет, да? Если от вас оградили доступ к этому файлу, значит, не зря это сделали. Если бы можно было сделать то, что вы говорите, то я бы, например, смог бы получить доступ вот к тому самому файлу etc.cb. Понимаете, да? Ровно к нему. Давайте на этом закончим. Смотрите. зная вот этот анод, я бы мог получить доступ к этому файлу без всей вот этой процедуры, которая у нас setgit director traversal, которая у нас используется для того, чтобы оградить это дело. Поэтому нет. Я ответил на вопрос? На вопрос, да, но аргумент сейчас не очень понятно. Аргумент? Смотрите. Я же не имею доступ к качеству данных. Нет, не имеете до сих пор. Вот к этому файлу не имеете вы доступа. Ровно по той причине, которая же оговаривалась, да? Потому что вас огородили вот здесь. sysadmin специально так сделал, чтобы вы не имели доступ к этому файлу. И попасть вы в него можете только, если запустите процесс, у которого появится в списке групп группа shadow. Тогда вы сможете пройти через вот этот каталог. Если бы файл можно открыть было прямо зная инот, а это можно сделать на самом деле. Вы можете посмотреть вот сюда. вот тут вот где-нибудь наверняка есть список открытых файлов и те иноты, которые с ним связаны. Так вот, если бы можно было бы файл открыть по номеру иноты, вся бы вот эта машина стала бы нефицирована. Ага. Еще вопрос. Ну все, спасибо. Теперь уж мы точно выжили свое время и вас. Ну мы чуть позже начнем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok